Франция – прекрасная страна на западе Европы, знаменитая своей глубокой древней историей, архитектурой и живописью, своими традициями. Элегантная и вечно молодая мадемуазель Франция, пахнущая душистым ароматом нежных, пьянящих, едва уловимых духов, страна любви и моды. А еще Франция – это привлекательная хозяйка, предлагающая изысканные деликатесные блюда французской кухни и прекрасные вина. Это романтические свидания в многочисленных уличных ресторанчиках и кинотеатрах, это родина кинематографа. Девизом страны стали три известных всему миру слова – свобода, равенство, братство. Все это Франция, о которой так много знают и с удовольствием рассказывает почетный консул Франции в Бресте Леонид Стоецкий. Это большая честь быть представителем такой великой страны, как Франция. Тем более, что я ее люблю, обожаю, люблю французов. Это первое почетное консульство Франции в Республике Беларусь, отметил. На торжественной церемонии консул посольства Кристоф Брамуле. И открывается оно для более продуктивного развития отношений между странами. Для этого у народов двух государств есть и потенциал, и возможности, и желания. Как я уже только что сказала, для нас это огромная честь открыть первое почетное консульство Франции именно в Бресте. Присутствие, конечно, французской диаспоры здесь очень ограничено в настоящее время, но уже многие проекты, запущенные и вот с их развитием, полагается, что и, соответственно, увеличится французская диаспора. Присутствие Франции тоже станет более значительным. Наш почетный консул здесь, господин Стоецкий, он уже ведет переговоры и с белорусской, и с французской стороной по многим проектам. И он очень содействует тому, чтобы белорусские предприниматели приезжали во Францию и уже вели какие-то деловые переговоры, и, соответственно, чтобы белорусские, то есть французские предприниматели приезжали в Беларусь. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук подчеркнул, что открытие почетного консульства Франции будет способствовать выполнению тех ранее достигнутых договоренностей между двумя Брестами – французским и белорусским. Всегда все начинается с малого, а заканчивается большими делами. Сегодняшнее событие займет видное место в истории нашего города. Для нашего взаимодействия есть все основания, есть уже серьезные наработки по многим направлениям. И я уверен, что сегодня мы открываем не здание, мы открываем сегодня не офис, а мы открываем сегодня центр взаимодействия между нашими людьми. Что это будет не офис, что это будет тот центр, который будет генерировать новые проекты развития экономического взаимодействия, культурного взаимодействия между нашими странами. В отношении сегодня у нас переходят на совершенно другой уровень. То есть то, что готовили предыдущие послы, количественно переходит в качество. На сегодняшний день у нас взаимоотношения переходят более, это такое, межгосударственное. А то, что для нашего района, я могу сказать, сегодня диаспоры практически французской нету, что, к сожалению, очень досадно. Почему? Потому что это показывает, что нету бизнеса французского. Сегодня мы стараемся привлекать французский бизнес. То есть сейчас один из вопросов, в том числе и мой, это усиление. И губернатор, когда я с ним разговаривал, мне поставил такую цель, чтобы мы усилили экономическое сотрудничество нашего региона. Торжественное открытие почетного консульства Франции стало восьмым дипломатическим учреждением, работающим в Бресте. В настоящее время в городе функционируют генеральные консульства России, Украины, Польши, Казахстана, Исландии и Чехии. Консульский пункт Монголия. Полномочия дипломатического учреждения Франции распространяются на Брестскую область.